Дмитровское управление компании Мособл ЕРЦ совместно с управляющими компаниями и судебными приставами планомерно ведет работу с неплательщиками за электроэнергию. С каждым годом их меньше не становится, а потому сотрудникам управления работы хватает. На сегодняшний день в Дмитровском управлении обслуживается более 98 тысяч бытовых абонентов, в числе которых более 47 тысяч проживают о многоквартирных домах и более 51 тысячи в частных. Около 5% от общего количества абонентов постоянно нарушают сроки оплаты за потребленную электроэнергию. В ноябре общий долг за электроэнергию составил 65 миллионов рублей. Для работы с должниками в ЕРЦ создан отдел, который организует регулярные рейды по отключению электроэнергии. График отключения утверждается на комиссии. В него включаются потребители, имеющие задолженность более двух месяцев, а сумма задолженности превышает полторы тысячи рублей. Приходит претензия, то есть абонент не оплачивает свет, после этого приходит предупреждение. После предупреждения проходит 20 дней. В течение 20 дней он может обратиться в любой клиентский офис для оплаты за должности, может через личный кабинет, через интернет, если есть такая возможность, может передать показания через любой банковский терминал или терминал, установленные в нашем городе и в соседних городах, потому что система единая, МОСОБЛА ЕРЦ и МОСЭНЕРГОСБЫТА. После предупреждения, когда проходит 20 дней, мы уже формируем графики на отключение. В графиках на отключение происходит обзвон, что вот на такое-то число, там, не знаю, там, ну вот, например, на сегодня, на 30 ноября вы стоите в графике на отключение. Это производится заранее, за 2-3 дня. Если абонент не берет трубку, ну, к сожалению, уже других способов оповещения о том, что он будет отключен, у нас нет. Вот. В день отключения, с утра, проверяются все оплаты. Бывает, что мы не дозвонились, но абонент добросовестно пришел и оплатил. Мы проверяем все оплаты, проверяем банковские выписки, и только после этого люди выходят на линию для отключения. На этой неделе сотрудники Дмитровского управления Мособл ЕРЦ работали в Дмитрове в микрорайоне космонавтов. Алгоритм действий простой. Перед ограничением электроэнергии сотрудники проверяют исправность счетчика и вводного автомата. Затем уведомляют должника о сумме долга и ограничении электроэнергии. Правда, не все абоненты охотно идут на контакт и открывают двери своих квартир. Если с должником пообщаться не удалось, то специалист отдела отключает вводной автомат и опломбирует его наклейкой. Как правило, в 90% случаев такие превентивные меры положительно действуют на должников, и они уже в этот же день оплачивают долг. Конечно, мы понимаем ситуацию, что отключение происходит в рабочий день, то есть приходят люди вечером. Офис у нас работает до 7 вечера, колл-центр у нас круглосуточный, то есть нам сообщают. Если это происходит до 7 часов вечера, в этот же день, конечно, мы можем в течение двух дней, это бесплатная услуга подключения после оплаты электроэнергии за должности. В течение дня, если вот, например, мы отключили, и человек приходит и говорит, мне вот все, я все оплачиваю, я не знал, можно... Ну, истории разные, многие бывают. Вот. Мы... У нас есть коммерческая услуга по возобновлению энергоснабжения. Это как бы прописано, это все есть в прескурантах, это все есть на сайте. Самые крупные долги оказались у семьи родинах, проживающей в доме номер 43. Их долг на ноябрь этого года составил более 27 тысяч рублей. Но больше всего удивила семья Ребровых из этого же дома. Мало того, что люди задолжали 63 тысячи рублей с 2013 года и продолжают не платить. Так еще в их электрощите сотрудники отдела обнаружили вместо автоматов заклеенные изолентой старые предохранители. Такие самопальные устройства могли в любую минуту привести к аварийной ситуации и пожару. А семья Ахильговых из этого же подъезда вообще умудрилась несколько лет назад незаконно подключиться к соседям, в результате чего и у тех, и у других сгорели стиральные машины. Сотрудники Дмитровского управления Мособл ЕРЦ еще раз обращаются к населению Дмитровского района с просьбой своевременно оплачивать электроэнергию.